Добрый день, приветствую вас, уважаемые коллеги. В своей презентации хочу поговорить о современной лучевой терапии, о внедрении современной лучевой терапии в ежедневной практике и о ИПОЛЗе это лечение в плане онкологических больных. Пару слов хочу сказать о статистике. Ежегодно во всем мире диагностируется более чем 18 миллионов случаев рака. И из этих 50% нуждаются в лучевой терапии. Исходя из этих данных, наша клиника решила установить два линейных ускорителя в нашей отделении в этой сфере известной компании Вариант Рубими. Эти аппараты оба клинически эквивалентны и это большое преимущество для каждого отделения, потому что здесь отсутствует риск прерывания лечения. Если техническая проблема возникает у одного аппарата, мы запросто можем без планификации, без всего приметь пациента на другом аппарате. Ну, само собой, эти аппараты подразумевают современные методы планировки. Я не буду останавливаться на каждом из них. Это и 3D-конформная, и МРТ, и ВМИАТ и так далее. Мы перед каждой фракцией используем технику IGRT, чтобы позиция пациента соответствовала с планом с точностью до миллиметра. И вот вы видите, наши пациенты перед каждой фракцией. Это КТ планировочного изображения и CBCT. Мы используем при облучении левой молочной железы метод задержки дыхания. Почему используем? Потому что, когда пациент делает глубокий вдох, легкие напальняются воздухом, и сердце отделяется от облучаемого поля. Вот сейчас видите, пациент дышит свободно, сделал глубокий вздох, и пошло облучение. Это очень хорошо помогает, чтобы избегать токсичности на сердце. В нашей сфере очень важна регистрация изображения, потому что во время накатной планировки очень часто бывает, что невозможно определить структуру, таргетную структуру. Так что мы часто используем регистрации с МРТ, с ПЭТом, и вот это наглядно видно на примере этих пациентов. В первую очередь там МРТ, потом на ПЭТ. Эти современные технологии дали нам возможность провести те лечения и достигнуть тех результатов, с которыми хочу с вами поделиться. Вот это, например, наша пациентка в 28 лет с жалобами головной боли, а не менее правой верхней конечности было сделано МРТ, и на МРТ вы видите образование в стволовой части головного мозга. Конечно, из этого никак невозможно было верифицировать, что за образование. Радиологически поставлен диагноз злокачественное образование. Мы пошли радикальным путем, отдали 54 грей с темодалом, и после двух месяцев лечения, вот вы сами видите результат. Я не хочу, это очень малое время, но мы тоже недавно открылись, так что не будете очень критические с нами. Если советы будут какие-то, я приму без всяких. Второй пациент – это распространенный процесс шейки матки, местный распространенный процесс шейки матки, который инвазировал в задней стенке мочевого пузыря, и из этого образования была обструкция мочиточников. На первом этапе мы поставили слева нефростому, справа сделали нефростент, и потом начали лечиться по радикальной программе с химиолучевым терапией, и потом добавили на параметры и на шейки матки дозу с помощью брахотерапии. И через пять недель получили такой результат. Следующий пациент – это… Не буду сейчас… Это очень интересный случай. Долго буду рассказывать его вам. Хочу узнать ваше мнение тоже. У этой больной обнаружили сперва в ретроперитолианной области опухол, который был удален лапароскопический. Гистология была эндометриатная аденокарцинома, после чего сделали выскабливание матки, и там оказалась аденокарцинома. Сделали гистероктомию с лимфодисекцией, и после этого начали курс химиотерапии. После шести курсов в малом тазу оказались увеличены лимфатические узлы, и этого пациента отправили к нам на облучение. Мы на планировочном КТ обнаружили это образование и настаивали, что эта пациентка сделала 5 сетей, и на 5 сетей въявлено накопление FDG в этой области. Так что подтвердило, что у нее был метастаз. Она категорически отказывалась от каких-либо еще оператических вмешательств. Мы долго обсуждали даже с МАИ, МАИ является нашим экспертом, и если что, сразу мы с вопросами там с МАИ, и вместе решили облучить это образование. Локально 50 грей отдали 25 фракций, и курс лечения прошло без осложнений, и этот результат после трех месяцев. Мы опять сделали 5 сетей, и после трех месяцев пока ничего нету, нет накоплений FDG изотопа. Это саркома капоши. Почему-то у нас очень часто, такие кейсы очень часто у нас, и ни один из них не ассоциируется с фич-инфекцией, в связи с чем связан. Я не понимаю, интересен ваш опыт тоже, как часто у вас саркома капоши. Это после облучения прошло 5 месяцев, и такой результат у нас. И последний кейс, чего я хочу вам показать, это тоже очень интересный кейс. У этой баноиды 2 года назад появилось образование на коже головы, и это образование росло. Потом без верификации хирурги решились в 2018 году сделать операцию, и постфактум выявилась смешанная форма лимфомы, ББ-клеточной лимфомы с преобладанием Т-клетками. Мы настаивали, чтобы сделать химиотерапию, но химиотерапевты не взялись за этого пациента, потому что соматический был очень тяжелым, тяжелым, была потеря веса, общая слабость, и боли были адские просто у этого пациента. Мы решили начать лучевую терапию. Это было до лечения. Потом, это во время лечения уже, и в конце лечения получили такой результат. И это фото через 10 месяцев. Сейчас он находится под наблюдением онкогематолога, и там, как я знаю, лечат низкими дозами химиотерапии. Но все равно из такой ситуации, по-моему, хороший результат. В конце хочу сказать, что в конце этого года у нас планируется установить ПЕД-сети и аппарат Эдж для радиохирургии, чтобы еще усовершенствовать наше отделение и представить онкопациентам полный сервис лечения в нашей отделении. Спасибо огромное вам. Я очень счастлив, что нахожусь здесь с вами. Спасибо за прекрасное сообщение. Пожалуйста, вопросы. У меня вопрос. Просите за последнего пациента. Лимфома головы, волосистой части головы, какую дозу подвели и какая была разница? Мы дали... И режим облучения электронный? Нет, не электронный. Мы сделали арком, это планировали арком, фотонами обязательно. Вот я вернусь сейчас. Если возможно, я просто быстро прошел. Сейчас я покажу вам. Эта штука, она по-моему, возвращает. Нет, просто они выключили, по-моему. А вы можете поставить на вот... Мы дали 36 грей, потому что, как вы видели, это очень близко было к глазам, с орбитой. Сейчас я покажу. Просто я перескочил. Вот, видите, да? Какая деформация у него была. В этой снеге? Да, да, да. Так, аху. Что творилось у него изнутри тоже? А, аху. Так что... Да. Поэтому вы в таком объеме. Да, в толках фотонами 36 грей и получили такой результат. Ах терапии. Первым этапом все понятно. Да. А потом уже химиотерапия. А скажите, пожалуйста, вот ваш институт называется «Центр хирургии». Да. Это онкологические центры или частные учреждения? Нет, к сожалению, в Грузии уже такого центра как бы нет. Сейчас мы питаемся, чтобы в нашей клинике как-то построить как бы центр. Не только лучевая терапия была, чтобы там была онкохирургия, клиническая онкология, инвазивное, малоинвазивное вмешательство. Мы это хотим создать, потому что у нас, к счастью, наш фаундер, учредитель, очень такой нежелательный, не скромный человек и не жалко денег для новшеств. Так что... Да. Все платное. Ну, кстати, это тоже очень... Конкурентность очень в Грузии, потому и такие аппараты сейчас, потому и покупаем Эйдж, потому и покупаем это ПЭД-сети, что у других клиник тоже очень хорошая аппаратура, и как бы Грузия развивается в сторону медицинского туризма. Так, грубо сказать. А сколько отделений радиотерапии в Тбилиси? Сколько... Сколько отделений радиотерапии в Тбилиси? В три отделения, в три отделения, и линейных ускорителей где-то семь. То есть, я как правильно понял, сейчас нет вот того онкологического центра, где работал Костя Мордалишвили, Давид Гацадзе... Костя один на шасси. У нее свои ускорители. У всех один по один на семь. Это понятно. Ну, то есть это частное листство? Да, да, частное это все. Все частное. Вообще все частное. Но государство платит 80%, и 20% наплачивает город, наплачивает без класса. В общем, пациенты не платят за лечение. Вообще не платят за лечение. В Тбилиси государства, да. Но абсолютно все частное. Государство это страховое? Страховое. Да, и потому и конкуренция растет, и все. Ну вот, а решение, например, о том, какой вот такой вид лечения, или сикой это... Нет. Принимает страховая компания? Не зависит от фракции, просто у них цена стандартная, и дальше доплачивает пациент. А можно мне вопрос? Пожалуйста, Санислав Михайлович. Да. Очень хороший доклад. Очень приятно, что... Спасибо огромное. ...чувствуется, что вы по духу тот, кто нужен для наших больных. Я просто хотел спросить, а кто производит контроль за стандарты лечения, за контроль за лечением? Потому что, я понимаю, много частых клиник, каждый делает, что хочет, каждый гораздо то, что имеет вовсе. Есть ли какая-нибудь контролирующая организация, в министерстве, там, какое-то стандарты лечения, потому что один отрезает так, другой отрезает... Он понял, Санислав Михайлович. Очень хороший вопрос. И это регулирует министерство Гаремо. Да, у нас... Нет, в Грузии есть министерство защиты... Да, да. И у них свои эксперты, они приходят. Но, знаете, я им все равно не доверяю. У нас есть очень хороший стафф. Мы, когда начинали, пока покупали эти аппараты, я, например, у Майи в Испании года полтора учился. У нашего физика, там, в Штатах, диссертация по... элементам нацилоков, по физике, участвовал в экспериментах ЦЕРНа. И это как-то... скупились такие люди, которые очень энтузиасты на это настроены. Так что в этом плане нету. У нас проблем. Все происходит в большом... в высокой качестве. Да. А наблудение... Потом клинический онколог у нас есть. И эти пациенты под наблудением клинического онколога. И мы, конечно, следим за них, потому что создали дату. Я просто жал, что Грузия, товарищ служба, она развалилась. После 9 лет подготовят, так она просто что-то обвалилась. Они в течение последних 10 лет что-то собираются склеить, да? И как-то восстанавливают. Видите, какой ажиотаж вызвал у вас доклад. Спасибо. Тем более, что вот вы начали свое выступление с прекрасного Тбилиси, которое вообще Грузию посетило 7 миллионов, я знаю, туристов. В основном, это из России, я так понимаю. Да, много туристов. Если у вас будет конференция, и вы вдруг нас позовете, я думаю, что все... Обязательно. Обязательно. Будете пригласить. Спасибо.